Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами говорим о том, что на смартфоны Poco начинает выходить то самое крупное обновление с цифрами 2, 0, 100, 0 и так далее. Разберем, что же интересного на смартфонах Poco добавляется, да и вообще в принципе стоит ли обновляться. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. У нас сегодня с вами подопытным выступает смартфон Poco F6. И да, что бы вы в комментариях не писали и не говорили, что обзоры лишь только на одни флагманские смартфоны. Скажем так, я никаких особых надежд не питал от этого обновления. Я думал, что придут там какие-то всевозможные фиксы, как это разработчики любят указывать. И когда пришел список изменений, я был, скажем так, немного удивлен, да и в принципе взволнован тем, что неужели компания Xiaomi сможет добавить что-то новое вот на такие смартфоны. Получается список изменений нам гласит о следующем, что обновляют тот самый фонарик, что улучшаются анимации, что для рабочего стола теперь наконец-то будут доступны несколько сеток. И соответственно для ускорения приложений будет, ну скажем так, новая панель производительности добавлена. Но если с панелью производительности или гейм турбо мы с вами знакомы, по фонарику тоже все было понятно, то вот системные анимации и соответственно рабочий стол меня очень интересовали. Ну и теперь с вами давайте идти по порядку, что же меняет. Кстати, вы можете сейчас заметить у меня набор таких иконок. К сожалению, они без анимации, ну в принципе вот чтобы отойти от тех стандартных, которые идут по умолчанию на пока, в принципе можно. Но для этого вам необходимо найти в приложениях темы следующую тему, я вам сейчас ее продемонстрирую. Так, компоненты, далее значки и она будет называться HyperUI версия 4. Ну это как бы так, для тех кто хочет немножечко кастомизировать свое устройство. Что же касательно изменений. Получается тот самый фонарик, если мы выполняем удержание по ярлоку в шторке, нам проявляется новое окно активации фонарика. Опять же, мы можем как и обычно его активировать и что теперь самое интересное, на смартфоне Poco F6 можно также регулировать яркость фонарика. То есть не только для флагманов компания это добавляет. И вот это уже была такая первая фишка и первый звоночек, что ничего себе, а компания решила даже тот же самый F6 этой возможностью не обделять. Что же касается теперь настроек, если допустим рассмотреть те же самые смартфоны Xiaomi 14, Xiaomi 15, у них в новых обновлениях добавляется раздел под названием Hyper AI, ну или же Xiaomi Hyper AI. Для смартфона Poco F6 вся эта история будет доступна начиная с апреля месяца. Потому у нас в настройках все так же остается раздел AI службы. И к сожалению в данном разделе мы с вами не найдем такой опции как обвести и найти. Да, компания урезает это устройство и как они заявили, что лишь только флагманы будут иметь данную возможность. Ну и там какие-то еще другие аппараты, ну понятное дело новинки, которые выйдут в этом году. Что еще интересного можно также заметить в этом обновлении. Если вы зайдете в раздел персонализация, то на смартфоне Poco F6 добавляется раздел динамические AI обои. Опять же точно не могу вам сказать связано ли это с тем, что я являюсь тестером всяких AI фишек и для обычных пользователей будет доступен ли этот раздел. Но то, что он у меня в принципе в системе есть, наталкивает на мысль, что ничего себе. И опять же компания Xiaomi помимо фонарика еще добавляет нам и динамические обои. Да, немного они работают с некоторыми вопросиками. Анимация как бы плавного перехода отсутствует, то есть вы можете заметить, что как-то резко это все происходит. И я думаю, что в будущем также этот момент разработчики будут допиливать. Что еще касается персонализации и конкретно смартфона Poco F6. И то есть я сейчас не обобщаю все смартфоны Xiaomi с супер обоями. То есть конкретно на Poco F6 с новым обновлением HyperOS 2 добавляются супер обои. И в комментариях я видел ваши вопросы касательно этого момента. И то есть если вы рассматриваете на сегодняшний день к покупке Poco F6. И вам важно наличие супер обоев, пожалуйста, они по умолчанию у вас есть. И не придется мучиться со всякими там телодвижениями по типу Google обоев. Теперь же я думаю многих будет интересовать, что там по поводу Poco лаунчера. Очень многострадальная история, которая не многим нравится. Многим как бы то наоборот заходит Poco лаунчер. Но мое личное мнение, что конечно же лучше системная оболочка. И что же меняется в новой версии? Во-первых, я вам демонстрирую, что версия 5.39.35 от получается 14 февраля. И да, если на вашем Poco уже есть HyperOS 2, неважно там с обычными цифрами или же вот последнее крупное обновление. И у вас нет как бы обновленной версии Poco лаунчера. В телеграм канале в нашем вы сможете по ссылке в описании это все дело скачать. И что же интересного у нас добавляется? Мы с вами нажимаем на сетку рабочего стола и вуаля, разработчики и сюда добрались своими шаловлевыми ручками. И добавляют нам три вариации сетки. 4 на 6, 4 на 7 и 5 на 9. Это то, чего реально не хватало вот в принципе смартфону Poco. Если там в прошлых версиях HyperOS 2 лишь только было две сетки, это стандартная и плотная. И как бы многим это не нравилось. То в этом обновлении, как вы можете заметить, уже наконец-то добавили три варианта выбора сетки рабочего стола. Ну согласитесь, это уже очень приятно, что разработчики прислушиваются к мнению пользователей. И что они пытаются, ну не то чтобы угодить, но по крайней мере улучшить свое ПО. Что же касается минус первого экрана, то также у нас по умолчанию есть либо лента виджетов, либо рекомендации Google. Все работает, ну в принципе это нормально, тут никаких особых вопросов у меня не возникает. Также напоминаю вам, что разработчики нам улучшают и раздел с виджетами, то есть они нам расширяют возможность выноса еще дополнительно из сторонних виджетов. И то есть если раньше получается у нас в этом меню лишь только были стоковые проложухи, то теперь у нас добавляются еще и там разные сторонние по типу Хрома, Спотифая, ТикТока, Ютуба, ну и тому подобное. Также кого заинтересует вопрос синтетики, то в принципе аппарат с этим процессором выбивает весьма очень-таки солидные цифры. Опять же я могу ошибаться, что это высоко, могу ошибаться и говорить, что это как бы низко по сравнению с предыдущими прошивками. В комментариях вы меня в принципе по данному моменту можете поправить. Единственное, что мне не понравилось в этом обновлении, это то, что как-то скудно выглядят фишки искусственного интеллекта на этом аппарате. То есть если брать к примеру те же самые заметки, тут как бы обещали всяких там искусственный интеллект писатель, ну и тому подобное, но к сожалению здесь этого нет. Хотя версия не сказать, что является какой-то старой. Возможно в будущем это добавят, ну и вообще в принципе там все те фишки Hyper AI, которые заявлялись на презентации Xiaomi, они до этого аппарата дойдут. Потому что ну я считаю, что это устройство является народным выбором на сегодняшний день среди того, что выпущено на рынке за последнее время. Опять же впереди нас ожидает еще презентация новых там Poco F7 Ultra и Poco F7 Pro. И вроде бы как в этом году Poco F7 компания пропускает, но как говорится поживем и увидим. В целом если подвести итог по этому обновлению, то я остался доволен. Это вот наверное одно из немногих видео, где я не буду как-то знаете притягивать что-то за уши, где я не буду петь каких-либо дифферамп разработчикам. То есть здесь по факту да, разработчики добавили то-то, 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 улучшили то-то, то-то, то-то. И в принципе я же говорю, что мне это обновление понравилось. Учитывая то, что этим аппаратом я действительно попользовался и есть у меня определенное мнение касательно вот определенных этих моментов. Что касается автономки, я не заметил, чтобы она как-то улучшилась или ухудшилась. То есть в принципе все на старом уровне и осталось. Что касается оптимизации быстродействия. Ну скорее всего чуть-чуть лучше стало, но опять же вы же поймите, это все-таки субъективный взгляд, а не объективный. Потому для кого-то может там что-то подтормаживает, для кого-то что-то подлагивает, для кого-то вообще какая-то полная шляпа. Потому это все дело очень субъективное. Если вам обновление пришло, то я рекомендую его поставить. Если же нет и у вас международный индекс или же global stable, просто меняйте регион в настроеках допустим на Соединенные Штаты или на Марокко и проверяйте наличие нового обновления. Ну а если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.